В Мелитополе состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Героев Отечества. Мальчики и девочки от 8 до 18 лет приехали со всей Запорожской области, Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Всего 183 участника. Для некоторых ребят это уже седьмые соревнования в этом году. Они рады, что могут выезжать в другие регионы Российской Федерации, общаться, соревноваться с разными спортсменами. Мы ездили на сборы в Дагестан, там мы потренировались с опытными ребятами, чему-то научились. Я этих ребят видел по интернету, смотрел, наблюдал, как они борются, а тут я имею шанс с ними потренироваться, постоять в паре. Там все титульные спортсмены оттуда, я так скажу, с Дагестана. 50 метров от моря, все рядом, классно, супер, горы. Главное на будущее. Первая цель – это выиграть или стать в тройке и начинать и Россию. Вот такая задача у меня пока что. Давид Бескутский из Токмака. Сейчас тренируется в Мелитополе. На этих соревнованиях он занял первое место в категории 65 килограммов. Второе место в этой же группе досталось Александру Шепелеву. Он приехал из Донецка. За этот год это мои третьи соревнования. Мои предыдущие соревнования прошли здесь же. Я занял третье место. Получается, проиграл в полуфинале. Я приезжаю в основном для себя, проверить себя в первую очередь. И интересно с ребятами другими побороться. Эти соревнования посвящены военнослужащим, принимающим участие в СВО. Андрей Житков награжден различными государственными и ведомственными наградами. В их числе медаль Ордена Святого Георгия Победоносца и Орден Святого Князя Александра Невского. Всю жизнь неразрывно связан со спортом, является мастером боевых искусств. Спорт формирует характер, формирует дисциплину. И этим самым с детства закладывается как раз служение Отечеству так, как оно положено. Здесь уровень подготовки спорта, что по борьбе, что по боксу, в Мелитополе достаточно высокий. Он и был, и сейчас это только развивается и развивается, так как дети получили сейчас мотивацию, потому что в России спорт развит. Еще один участник СВО – Илья Монтатов. Занимался вольной борьбой, добился больших успехов в Панкратионе. Приехал поддержать спортсменов от имени всех военнослужащих. Когда началось контрнаступление, которое мы с нетерпением, так скажем, ждали, наш батальон принял любимую долю участия в этом направлении. Было остановлено и поражено огромное количество техники и живой силы противника. Хочу пожелать своим друзьям, которые сейчас на передовой, да и не только друзьям, а всем своим товарищам, чтобы они не унывали, победа будет за нами. Для поднятия общего патриотического духа в ходе соревнований перед спортсменами выступили представители казачьей добровольческой бригады «Днепр». Участники соревнований имели возможность пообщаться с военными. Сегодня такой день важный, День Героя Отечества. Это будущие защитники Родины. Я считаю, что этот тренир – такое начало для детей, именно моральное. Толчок еще не так, как в спорте, как в патриотизме. Сейчас в Запорожской области насчитывается более 400 спортсменов, занимающихся вольной борьбой. Хороших тренеров хватает. Набор спортсменов идет круглый год. Каждую неделю, это сейчас я не преувеличиваю, каждую неделю получаем экипировку, оснащение. Школа получила автобус. В школе никогда не было своего автобуса. Вот сейчас у нас есть автобус. Поездки у нас в этом году, учебном году, да и в прошлом учебном году, все прошли за счет бюджета. То есть такого, как бы раньше никогда не было, чтобы родители не вносили какие-то свои. Сейчас у нас прям вот очень-очень подчеркиваю, очень подчеркиваю, и хочу, чтобы это все услышали родители, что обучение в школе бесплатное. Москва, Архангельск, Новороссийск и другие города. Этот турнир объединил спортсменов сразу нескольких регионов нашей страны. Мероприятие транслировалось в формате телемоста в 15 субъектах России. Организатором выступила Московская областная общественная организация «Спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Анна Герцовская, Александр Осеев, ЗАТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова